Волнение от введения маркировки быстро проходит, когда производители начинают чувствовать экономические плюсы. Так в Минпромторге страны отзываются о переходе компании на честный знак. Первый эксперимент с маркировкой начался в 2018-м с табака. Сейчас с ней торгуют молочными продуктами, водой, лекарствами, обувью, шубами. Рынок заметил разницу. Уходят те, кто недобросовестный, уходит контрафакт, уходят серые продажи, остаются добросовестные производители, они свою долю рынка увеличивают. А скоро маркировку распространят и на БАДы, продукцию, которая с пандемией стала очень востребованной среди жителей и популярной среди недобросовестных производителей. Эксперимент начался в мае 2021 года. На Эваларе лидеры рынка производителей БАДов в России выпустили первый маркированный БАД. Для этого здесь закупили специальное оборудование. Маркировку наносят на упаковку. Они слоями укладывают, каждый слой фотографируется. После этого все упаковки и сама коробка впадают в единую базу. Когда продукцию привозят в аптеку, подлинность БАДов проверяют с помощью маркировки. Мера более чем своевременная. Рынок растет очень большими темпами, 25% в год. И если темпы этого рынка останутся таковыми, то мы увидим, и аналитики говорят об этом, что в 2022 году рынок перешагнет отметку в 100 миллиардов. Эксперимент по маркировке БАДов должен был завершиться пару недель назад. Но из-за непростых экономических условий сроки перенесли до марта 2023. Пересмотрели и помощь для компаний. Что касается параметров займа, то это до 50 миллионов рублей на условиях 1% двухлетний займ. Мы посчитали, что такие условия покроют абсолютно потребности всех предприятий с точки зрения необходимых финансовых средств для закупки оборудования для маркировки и его внедрения в их производственный процесс. Мы как оператор решили, в принципе, снять эту головную боль с компаний и затарить склад минимум на полгода всего возможного необходимого оборудования, расходников, вот этих материалов, компонентов. То есть вы сами закупили, да? Да. И дальше компании могут приходить, да. Соответственно, для них не возникает рисков ни до поставки оборудования, ни ценовых. Эксперты подчеркивают, сейчас для компаний самое время заключать контракты и готовить площадки для системы маркировки. Ведь это вопрос не только наличия оборудования, но и квалификации сотрудников, да и самой логистики производства. По оценке Алтай-Пищепрома, с 2019 года производство БАДа в регионе выросло втрое. Сейчас из 47 краевых компаний к переходу уже готовы 8. Почеркнем, что четверть всех биологически активных добавок страны производят на Алтае. А в компании-лидере выпуска БАДов Эвалари готовится масштабировать опыт пилотного проекта маркировки на все 17 линий производства. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова